Кто-то в комментариях написал как-то в предыдущих видео, что Паша меня как маленький мой сын провоцирует меня на различные экстремальные действия, там где мы с тобой в этом ползали, в Керчи, вот, поэтому, ну что-то там где-то было, кто-то написал, вот, поэтому мы сегодня мальчика с бородой привели посмотреть дельфинарий, кстати, один из самых лучших на полуострове Крым, да и вообще в России, вот мы пришли, утро, и в Патторе людей, как видите, предостаточно, хотя до сеанса еще около 45 минут, 40 минут, кому будет интересно посмотреть хотя бы небольшое количество видео с представления, оставайтесь, надеюсь, что там можно снимать, вот, и посмотрим с вами, мы были в дельфинарии последний раз, по-моему, когда отдыхали в Абхазии, да, вот, поэтому решили это повторить спустя практически, так, в каком году мы были, 11 что ли, в 2011 году, спустя долгое время решили сходить в дельфинарий, потому что на улице, видите, вот такая погода, достаточно пасмурная после дождя, и мы решили, вот, себя немножко развлечь, большой здесь парк, здесь есть и парк динозавров, и тропикопарк с обезьянами, ну и, конечно, парк аттракционов, на каждом углу здесь реклама Тайгана и поддержку Олега Зубкова, и вот, один из достопримечательностей Евпатории, это дельфинарии, хотя дельфинарии, они практически в каждом городе южном есть, ну вот, именно по статистике он занимает один из лидирующих мест дельфинариев России, ну, посмотрим, какой зал, какое представление, билет стоит 1000 рублей взрослый, ВИП 1200, ну, это типа первые ряды, в центральной части детские 500 рублей, Паша сейчас сидит и переживает, говорит, надо было выше садиться, дельфина, говорит, лучше, наверное, с самого верха смотреть, а потом я понял, почему он хочет сесть на самый верх, кстати, всем привет, не поздоровался, вот, Павлик сидит в ожидании чуда, короче, он побоялся, что, скорее всего, здесь, как в каждом дельфинарии, во время представления, дельфин будет рисовать рисунки, писать рисунки, а потом это будет продаваться, будет аукцион, и Паша говорит, что это не сдержится и купит, начнет участвовать в этом, в этой продаже. продаже, 100 тысяч долларов США, и все, и сразу, это, зачем нам доллары США, 100 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, тем более, доллар не котируется уже в стране давно, ну, в общем, побоялся, что придется им участвовать в этой, вот, ханалии, по покупке рисунка дельфина, здесь еще есть фотография с дельфинами, после представления, но я что-то, не знаю, тысяча рублей за фото, ну, это, знаете, что-то как-то, не знаю, как сфотографируют, как я получусь, самое главное, понравится, мне заплатил тысячу рублей, тебя сфотографировали, что пузо вывалилось, глаз закрытый, или там еще что-нибудь, какой-нибудь. А если я один? Если я один, кто меня будет фотографировать? Ну, на свой фотоаппарат, то кто у меня? Вот мы с тобой вдвоем хотим сфотографироваться, кто нас будет сфотографировать? Ну, у каждого отдельно, да нет, конечно же, и за каждого отдельно еще по тысяче рублей, и это будет потом, знаете, как в Ялте с этими, с животными, с ростовыми куклами, фотографируются, все с детьми, давайте вот так, давайте вот так, и голову в жопу засунут, и голову в рот себе засунут, и, в общем, что там только не происходит. Насколько, думаю, люди уже еще отсталые, что то ли интернет, то ли не читают, уже сколько и я писал, и говорил, да ладно, у меня там не так много просмотров, другие люди предупреждали, это куча фотографий, предупреждение, что не фотографируйтесь, разводят, так же, как в Петербурге, ходит Екатерина Вторая, кавказская внешность, и Петр Первый негр, поэтому, что с ними фотографироваться? Сфотографируешься, чем больше они сфотографируют, тем больше вы денег отдадите, причем это не сразу они говорят, а просто фотографируются, а потом с каждой фотографией в минимум, минимум просят по 500 рублей, а фотографии таких могут сделать 10, либо потом начинается истерика, они снимают голову, сначала, знаете, такие все улыбаются, эх ты, парцан, давай, там я тебе голову раз, типа, там зебра раз голову раскрыла, и ребенку на голову одела, типа, ест, или там еще что-то, разные позы смешные, все такие, там они добрые в этих ростовых куклах, потом, когда фотосессия заканчивается, они голову снимают, уже такие, знаете, деньги даем, 500 рублей за фотографию, так, давайте, иначе сейчас будем вызывать полицию, хотя они сами понимают, что, ну, просто давят на людей, на опять, на их безнайство и все остальное, или удаляйте фотографии, сразу тон поведения меняется, тут улыбался и хохотал, значит, развлекался, а тут уже сразу, ну, я считаю, что вот эти все истории нужно пресекать, конечно, они, наверное, крышуются кем-то или чем-то, поэтому они до сих пор ходят здесь по набережным, по всем причем, где мы не были, и в Ялте, и в Судаке, и везде, вот только мы в Керчи их не видели, потому что набережные, по сути дела, а и в Керчи тоже были, ну, я не видел, там, потому что там таковой набережной нет, и здесь они ходят, вот, в Евпатории, и никто это пресечь не может, вот это, знаете, выкачка денег, знаете, вот как раньше на рынках ходили эти, выбивали деньги за то, что ты там стоишь, пирожки продаешь, так же и здесь, в общем, будьте осторожны, внимательно, если поедете, знайте, то, если вы даже захотите сфотографироваться, то делайте одну фотографию, останавливайтесь, все, одна фотография, все, до свидания, спасибо, вот вам 500 рублей, до свидания, не ведитесь на эти все разводы, а ко мне, когда подходят, говорят, хотите сфотографироваться, я говорю, хочу, со мной фотография стоит 5000 рублей, хочешь, говорю, зебра со мной сфотографироваться, все, либо, когда ко мне подходят, говорю, слушай, иди помой, говорю, костюм воняет от тебя, говорю, как ты хочешь сфотографируешься с людьми, в общем, хамлю, чтобы отвалили, Потому что иногда они очень сильно прилипают к людям, к детям, просто вот прямо вот как назойливость чрезмерная, потому что они за каждое фото получают деньги. Чем больше они наебут, по-русски говоря, людей, вот опять скажут, что я матерюсь, но зато это прямо прямое слово, разведут и наебут, вот тем больше они получат свою зарплату в день. Посмотрите, сколько людей еще больше, это вот на кассу стоят, а или это уже на вход стоят. Ну мы купили VIP, поэтому нам нечего бояться, хотя возможно и скандал будет, если билетов VIP больше продано, чем мест, кто-то получит по шее. Ну в смысле не павлик, нет, нет, вы не думайте, получит кассирша, потому что мы купили самые первые практически места VIP-овские. Посмотрим. Целая группа детей пришла, вот стоит тоже. Скорее всего, что люди пришли, ну опять же тут двусмысленно можно рассуждать, с утра, потому что пасмурно, нужно чем-то заниматься, в обед могут прийти, потому что очень жарко, чтобы не париться где-то на улице. Ну и сегодня вот погода, говорю, видите, вот она прямо такая пасмурная, ветерочек чуть-чуть сейчас поднялся, все затянуто, как под куполом сидишь после дождя. Ветерок когда дует хорошо, а когда его нет, вот прямо как, знаете, как в сауне. Пока не зашли, осталось у нас минут, наверное, 15-10 до входа. Вот мне желание, если бы была бы возможность, у меня была бы сумка-холодильник, я бы, знаете, что бы привез. Если найдете в регионах, обязательно купите, попробуйте. Сакское мороженое, очень вкусное, обалденное, разные вкусы, как в детстве, в вафельных стаканчиках. Здесь его продают на каждом углу, если, допустим, там в Керчи и в Судаке, это где-то в определенных местах, и нужно было искать, то здесь в Евпатории прямо есть отдельные киоски сакское мороженое. В Глобусе есть? А? В Глобусе, если у кого-то есть Глобус, вот зайдите, купите, попробуйте. Очень вкусное мороженое, прямо обалденное, вот как в детстве. Разные вкусы, и клубничное, и ванильное, и с шоколадной крошкой, и без сахара есть мороженое с пониженным содержанием калорийности. Ну, в общем, очень вкусное. Вот бывает, что, которое мороженое с пониженным содержанием сахара покупаешь, и оно прямо, знаете, водянистое разбавляет, видимо, водой. А здесь используют, скорее всего, какие-то сахарозаменители. И, ну, вот не горчит, ничего, просто вкуснейшее мороженое. Поэтому, если будет у кого-то возможность, купите. А так вот, если бы у меня была бы сумка-холодильник, я бы всем, кто там ко мне поближе живет, обязательно бы привез в подарок это мороженое, угостил бы. Но, к сожалению, у нас такого ничего нет. Все просто сто раз растает. Ой, блин, кошмар. Что значит, читает сейчас новость о том, что это Мадонна, как сменила имидж под Ларису Гузееву. И в Инстаграме, подержи, ну, я сюда положу. И в Инстаграме, значит, фотография. Ой, не знаю, не видно вам, да? Блин, сейчас покажу, чтобы не брестело. Смотрите, видно. Красотка, блин. Блин, плохо видно, но, в общем, надеюсь, что увидели, все, экран потух. Видео про дельфинарии, ну, люди пошли и поперли. А я еще хотел, хотелось зайти в комнату общего пользования. Ну, сейчас они зайдут, просто там может быть очередь. Мы хотели зайти здесь в туалет, но здесь все они платные, 25-30 рублей, а у нас налички нет. Видео про дельфинарии, я уже наговорил все что угодно, как обычно у меня. Ну, в общем, на этом закончим и продолжим уже там внутри. Так, проверяют билеты. Там скажут, что у вас в них вас посадят. Спасибо. А почему только женские? Паш, я хотел зайти в одно место. Или что, потом? А если что, я выйду? Да, да. Вот такой зал. Павлик сел. Почему-то у нас на тени посадили, веб-места пустые. Посади, ну, тут нормально, кстати. А, ну да. Центр. И вот такой зал. Небольшой. Блин, ребята, как мне понравилось снимать на широкоформатное видео. Сразу все видно, не надо же частями снимать. Смотрите, какая разница. Вот я на широкоформатку снимаю. Теперь снимаю вот на простую камеру. Ну, так круто тоже. Ну, купол такой. И там уже плавают, плавает кто-то беленький. Беленький, беленький. Без мест здесь не продаются места. Просто входные билеты. И потом работники сами рассаживают людей. Кто куда успел, то туда и сел. Випы точно так же. Вот, например, ряд. Вот видите, там ряд вип. Второй. После инвалидов. И тоже. Куда успел, туда и сел. С того этапки, как говорится. С того этапки. Ну, мы дельфинов живьем видели в Судаке. Когда ездили на царские пляжи. Целая стая дельфинов нас сопровождала. Обратно, когда шли. Через несколько минут уже начнется представление. Хочу показать зал. Последнее отличь вас от... Внимание от дельфинов. Посмотрите, полный зал. С этой стороны сидят люди. И там сидят люди. Все просто занято. Все занято. Так что популярность в дельфинарии высока. Хлопает. Друзья, давайте поприветствуем с дельфиновым. Друзья, давайте поприветствуем с дельфиновым. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 А сейчас мне нужно настоящее. Запомнил? Отлично. Бросаешь, сегодня мы в моей команде побежим. Итак, камни, ты готов? Отлично, ты готов? Бросай! Друзья, номер побежды, все вместе! Простой! Уже, будем! Все вместе! А сейчас я буду верен. Вы воедете? Готовы еще? Готовы еще? Давай прямо играть техники. Готовы! Бросай! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот чего Паша и боялся участвовать в аукционе Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Паша, что ты сам ловил? 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 А в чем дело? Что не так? А, кажется, это гидалось. Кто-то из вас не аплодировал. Ты сам ловил? Молодцы! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok